Здравствуйте! В эфире телеканал ЛРТ, программа «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефонам студии 8-498-642-19-50 и 8-498-642-19-52. В гостях у нас глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, здравствуйте. Юлия, добрый вечер. Владимир Михайлович, одним из важных событий наступившего года можно назвать послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Особое внимание глава государства уделил теме специальной военной операции. Также президент говорил о необходимости создания специального государственного фонда помощи и поддержки участникам СВО, а также семьям мобилизованных. За каждой такой семьей должен быть закреплен специальный персональный социальный работник, куратор, сказал Путин. Вы регулярно встречаетесь с такими семьями. Расскажите, пожалуйста, какая помощь оказывается близким тем, кто сейчас на передовой? Да, Юлия, действительно, по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в октябре месяце 2022 года на территории городского округа был создан центр поддержки мобилизованных семей и мобилизованных наших бойцов. Этот центр расположен очень удобно в центральной части города. Это третье почтовое отделение. Это всем известный дом офицеров. Мы организовали там работу буквально в первые же дни, как поступило это поручение. Вначале огромное количество заявок нам поступало. Мы их отрабатывали совместно с правительством Московской области, с военкомами. Конечно же, вопросы возникали абсолютно разные. Начиная с того, как правильно подать документы на выплату, где получить льготы, как устроить ребенка в садик. Абсолютно разнообразный, вплоть до бытовых. И, по первости, многие вопросы мы только начинали понимать, как работает система. Начинали только вникать и отрабатывали вместе с нашими коллегами. Сейчас это уже совершенно другая ситуация. Конечно же, сейчас это уже в большем формате перешло все в телефонную либо онлайн связь, информирование. Вопросы снимаются очень быстро. У нас созданы телеграм-каналы, куда включены в группы все семьи. Это родители, это жены, это дети. И при возникновении той или иной ситуации мы даем ответ, и все абсолютно видят. Потому что вопросы и ответы одни и те же для всех. Поэтому сейчас, конечно же, уже центры поддержки больше работают на принятие гуманитарной помощи. Ту, которую по-прежнему приносят наши жители, глюберчане очень отзывчивые. И центр работает постоянно. Центр принимает огромное количество продуктов, одежды, какого-то оборудования. Вплоть до того, что даже генераторы наши жители поставляли. Либо какие-то компании, коптеры закупали. Эта работа не останавливалась. Общий объем продукции, которую собрали гуманитарную помощь, мы буквально недавно посчитали. Это 105 тонн. Конечно же, это огромное количество. Эта продукция вся доставлялась в центры наших мобилизованных, которые располагались на разных территориях Российской Федерации. Конечно же, это было очень важно. Тем более, что включились здесь и в том числе наши образования, наши дети. И дети рисовали от себя те рисунки, картины, которые хотели передать нашим бойцам. И, как оказалось, это самое эмоциональное. Даже не те продукты питания, не то оборудование, которое необходимо, а вот именно такая помощь детская. Многие бойцы этот рисунок в итоге носят с собой, в карман убирают. Ну, то есть кусочек дома. Это очень теплая такая общая работа. Конечно же, мы в дальнейшем продолжаем, не останавливаем ни в коем случае эту работу. Все время возникают вопросы. Поэтому это важное направление, которое в городе Люберце расположено именно в третьем почтовом отделении, в Доме офицеров. Мы с вами встречаемся накануне Международного женского дня. И думаю, что вы согласитесь со мной, что в это непростое время жены мобилизованных не сидят просто сложа руки, а ведут активную работу. Перед эфиром мои коллеги встретились с такой неравнодушной женщиной, Олесей Доврановой. Знаю, что вы лично с ней знакомы. Давайте посмотрим сюжет и затем вернемся в студию. Ну, рассказывай, как твои дела? Нормально. Все хорошо у тебя? Конечно. Я тебя люблю, папа. И я тебя люблю, Костя. Скажи, приезжай поскорее. Приезжай поскорее. Своего папу семья Доврановых не видела с 10 октября. Тогда он добровольцем отправился в зону СВО. Сейчас выходит на связь часто. Находится на лечении в военном госпитале. С ума сходишь, от нечего делать, наоборот. Ничего не делать и сидеть сложа руки не в правилах этой семьи. С тех пор, как муж отправился на защиту родины, Олеся инициировала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Сейчас готовит к отправке очередную партию. Вот такие сапоги приобретаем нашим ребятам. Сейчас начинается распутиться. Будем уже их переобувать, переодевать. Все собранные вещи Олеся отвозит лично на своей машине. Несколько раз брала с собой даже детей. Их в семье трое, сын и две дочки. Сергей самый старший. И пока папа на спецоперации, хозяин дома. Это очень сложно. С этими девочками очень сложно как-то наладить контакт, когда у них что-то не получается. А я один мужик в доме, это очень сложно. Вот так могу сказать. Развращайте папу скорее. Да, я уже не могу без него. Главу семейства все без исключения считают патриотом и настоящим защитником. Такой же можно назвать его супругу. Сейчас она пытается получить удостоверение волонтера, чтобы отвозить гуманитарную помощь непосредственно в ДНР и ЛНР. У нас есть наш костяк, это там порядка 20 человек, которые жили с нашими мужьями, братьями в одной палатке, находились в одном месте. И мы так объединились и начали собирать им помощь. С ночи все загружаем, едем. Ездили и в Нижний, и в Белоруссию ездили, и в Белгородскую область ездим. По медицинским показаниям супруг Олеси после лечения должен вернуться домой. Мой мужчина, вопреки советам врачей, рвется на передовую. Но при любом раскладе бросать свое дело Люберчанка не намерена. Помогать российским бойцам она готова до победного конца. Ребята все настроены позитивно. Мы, в свою очередь, тоже настроены позитивно. Враг будет разбит, победа будет за нами. Действительно удивительно, сколько неравнодушных, активных и позитивных людей в нашем округе. Да, Олеся является одной из самых активных жен. У нас сложился уже круг актива. Мы сегодня встречались, как раз-таки была видеоконференция с губернатором. И разные городские округа подключались. В том числе мы докладывали ситуацию, что у нас происходит. И вот Олеся, Ирина, Катерина, есть еще ряд жен, которые фактически каждый день на связи. Они отвечают и включились в эту работу также своим же одногруппникам. Те, которые включены, женам. Те, которые получают первую информацию, уже такой коллектив сложился. Тут же девчонки друг другу все делятся. Мы в этом помогаем. Конечно, очень важно, чтобы такое взаимодействие было. Потому что от них мы также получаем информацию, что необходимо нашим бойцам. И всегда мы приходим на помощь для того, чтобы в данном случае и сапоги, и те же печи, генераторы. Это сейчас в зимний период была очень востребованная продукция. Весной, летом, конечно, необходимо будет другое обмундирование. Поэтому наши центры продолжают работать и взаимодействовать, самое главное, с родными и близкими. И наша задача создать условия комфорта и безопасности для семей мобилизованных, чтобы у мужчин с той стороны ни в коем случае не болела голова. У меня ребенок не устроен в садик. Либо дома произошла авария, вплоть до протечки нужно сделать ремонт. Он не может ничем помочь. Поэтому этими вопросами все занимаемся мы. И поэтому достаточно быстро на все реагируем. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Мы вас слушаем. Да. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Добрый вечер. Владимир Михайлович, у вас беспокоится Южная улица, дом 16, квартира 53. Морозов Дмитрий Владимирович. И у меня вот есть к вам задать. Два-три вопроса задать. Можно задать? Дмитрий, конечно, вы же в эфире. Да, спасибо. Первый вопрос. Во дворе дома 26 у нас с Южной улицы. Вот, Владимир Михайлович, там такое место вдоль автостоянки, вдоль детской площадки спортивной. Там бы сделать народную тропу. Она сейчас без асфальта, без всего. Она пользуется популярностью еще всю жизнь, где-то с 90-х годов. Там постоянно люди ходят. И там вот нет асфальта. Сделать бы летом или весной проложить асфальт какую-то комплексную асфальт сделать. Дмитрий, вы очень активный человек. Мы с вами на связи фактически каждый день. И никаких проблем нет. Мы эту информацию возьмем. Покажете именно какая тропа. И, конечно, мы ее внесем в план благоустройства. Да, да, Владимир Михайлович, я 100% говорю, там все ходят. Все, большинство жителей, в том числе и я. И второй вопрос у меня, Владимир Михайлович. Это вот напротив дома 29, улица Космонавта, за никому не знаю, площадкой контейнерной. Там стоит старая ржавая лэп, неиспользуемая, отключенная, вся заросшая деревьями. Она уже вся практически гнившая. Ее бы демонтировать, снести, потому что там опасно. Я сколько раз сам видел, что там дети лазают по ней. Дмитрий, по лэп это не наши сети, но мы обязательно свяжемся, уточним, что с этим лэп. Если оно под электричеством, может быть, внесут в программу реконструкции, дадите точную информацию, мы все передадим и свяжемся с энергосистемами. Спасибо большое. Я напомню, телефон на прямом эфире 8-498-642-19-50 и 8-498-642-19-52. В гостях у нас глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, наш округ еще год назад активно включился в процесс помощи участникам специальной военной операции. В частности, часть предприятий наладили выпуск необходимой для армии продукции. Знаю, что вы регулярно общаетесь с предпринимателями, посещаете предприятия, оказывающие поддержку СВО. Пожалуйста, расскажите о них. Я не могу рассказать сразу о всех предприятиях, тем более о тех, о которых нельзя рассказывать. Но скажу просто цифру. У нас более 30 предприятий работают с Министерством обороны. И это предприятия стратегические от, скажем так, отсчитывающие историю еще с советского периода. Есть ряд новых предприятий, о которых, ну, у них публичная продукция, здесь никаких секретов нет. Есть компания Гиркрафт, которая выпускает тактическое обмундирование, экипировку. Это бронежилеты, это подсумники, всевозможные одежды, пояса для бойцов, для того, чтобы и облегчать движение, для того, чтобы обезопасить жизнь бойца. Это очень современная экипировка, считается лучшей на территории нашей страны. Также есть компания, которая выпускает молнии. Ну, с одной стороны, молнии. Кто-то скажет, что здесь удивительного. На самом деле, компании, которые выпускают молнии на территории страны, всего можно пересчитать по пальцам одной руки. И одна или две компании работают именно с Министерством обороны. Это все. Это молнии, застежки, кнопки. Простейшая продукция, которой мы пользуемся каждый день. Но если не будет этого предприятия, то и не будет государственного обеспеченного заказа. И у нас предприятие создано абсолютно, что Геркрафт, что это предприятие создано относительно недавно. Молодые предприятия, 3-5 лет, они очень сильно развиваются. Мы оказываем меры поддержки. И, конечно же, это уже коллективы, где работает более 100 сотрудников. И они также набирают обороты. Мы всячески будем оказывать всевозможные меры поддержки, содействия для того, чтобы эти предприятия и дальше шли вперед. Покупали новое оборудование, расширяли свой коллектив. И, конечно же, это налоговая база. Налоги за счет налогов существует любой городской округ. Также есть предприятия Асептика, выпускающие антисептические средства, которые находятся в каждой аптечке, в тактической аптечке у военных. Много предприятий, мы их все не перечислим, но вот такие относительно молодые, недавно образованные, это основа наша. Люберцы всегда являлись промышленным центром. Здесь всегда работали заводы большие, достаточно серьезные. И вот когда начинают молодые предприниматели открывать что-то новое, необычное, чего никогда у нас не было, для нас это очень приятно и интересно. И мы другим также рассказываем, что, смотрите, пожалуйста, ниши на рынке открываются и в том числе благодаря тем санкциям, которые вводят против нашей страны. В продолжении ваших слов предлагаю посмотреть сюжет. Наша съемочная группа побывала сразу на нескольких предприятиях, которые активно оказывают помощь тем, кто сейчас на передовой. Наши видеоматериалы, а затем вернемся в студию. Более 20 лет Международная корпорация «Септика» производит санитарно-гигиенические средства, косметику для ухода за лежачими больными, медицинские расходные материалы. Продукцию заказывают больницы, поликлиники и реабилитационные центры. Теперь ее поставляют и как гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса. Наибольший спрос на спиртовую салфетку. Она у нас идет практически на все случаи жизни. Ее можно применять как и для обработки рук, так и для обработки оптики, техники. Можно протереть стол, можно обработать рану в полевых условиях. С начала спецопераций на Украине многие люберецкие предприятия переформатировались и стали выпускать продукцию, необходимую в зоне СВО. Швейная фабрика в Томилине освоила производство армейских тактических аптечек и рюкзаков. Как и любое изделие швейной промышленности, первая неделя для того, чтобы адаптироваться, для разобраться в тонкостях, нюансах и подогнать технологии, позволяющие с высоким качеством, при минимальных потерях, с высокой призывательностью выпускать соответственность в данный момент несколько тысяч в течение недели. В то время как одни предприятия ищут новые решения, другие наращивают объемы производства. Чтобы справиться с нагрузкой и высокой потребностью, компания «Гиркрафт», производящая бронежилеты и тактическое снаряжение, перешла на круглосуточный режим работы и увеличила штат сотрудников. Мы всячески пытаемся нарастить наши объемы производства и над этим большую часть времени работаем, как выдавать больше продукции. По такому же пути пошло предприятие КРМ, которое занимается производством швейной фурнитуры. Крым из застежки молний сегодня крайне востребованы в легкой промышленности. Работать в режиме нон-стоп готовы все люберецкие предприятия, поддерживающие участников СВО. Владимир Михайлович, несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, жизнь в округе не останавливается и в частности продолжается реализация стратегически важных проектов. В ходе недавней рабочей поездки в Любрице губернатор Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание развитию дорожной инфраструктуры и социальных объектов. Говорил он о необходимости строительства школ, детских садов, поликлиник, спортивных сооружений. Безусловно, эта тема волнует каждого. Расскажите, пожалуйста, сколько объектов запланировано открыть и модернизировать в 2023 году? Да, Андрей Юрьевич с рабочей поездкой посетил школу, строящуюся на улице Уридского. Это новая школа, которая откроется уже 1 сентября 2023 года. Школа 825 мест, очень необходимая для этого микрорайона. До этого объекта на этом месте стояла старенькая школа. Численность детей, посещающих эту школу, было всего лишь 300. И, конечно же, нужно было увеличивать объем этого объекта. Сейчас это будет современная, красивая школа с новыми спортзалами, актовыми залами, медицинскими кабинетами, кабинетами, абсолютно включающими все школьные предметы. Это современный объект. Еще раз повторяюсь, мы его откроем 1 сентября 2023 года. Также в этом году мы откроем новых 3 детских сада. Сейчас проходит ремонт нашего стадиона «Торпеда». Стадион «Торпеда» получил финансирование благодаря губернатору Андрею Юрьевичу. И ремонт и строительство нового объекта будет проходить 2023-2024 год. Это будет современный стадион. Все мы помним, что тот предыдущий стадион «Торпеда» имел спортивное ядро по отношению к Октябрьскому проспекту перпендикулярно. Фактически стадион был расположен. Сейчас стадион новый будет развернут параллельно Октябрьского проспекта. Он получит новое поле с подогревом, получит новые беговые дорожки. Будет физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2500 метров квадратных. Он будет включать в себя футбольное, волейбольное, баскетбольное, универсальное поле. Будут залы для борьбы, будут залы для танцев, шахмат и так далее. Очень интересный, соответственно, с кафе. Новый современный центр, куда будут ходить тысячи наших горожан, спортсменов и просто любителей спорта. Мы также открываем в этом году четыре новых спортивных объекта на территории наших школ. Это новый проект, который мы реализуем совместно с инвесторами. Так называемое государственно-частное партнерство. На школах 5, 21, 6 и 4 школы, сейчас, прошу прощения, уже номер чуть позже скажу. На этих территориях школ будут возведены быстро возводимые спортивные комплексы, которые позволят утром и до трех часов дня заниматься самим школьником, который ходит в эту школу. А с трех часов дня, когда школьный процесс приостановлен, уже спортсмены и любители спорта будут ходить до позднего вечера. То есть фактически объект будет работать круглые сутки. Это очень эффективно, современно. И, конечно же, на территории этих спортивных объектов можно заниматься также спортом, волейболом, баскетболом, большим теннисом, борьбой. И четыре объекта будут реализованы в этом году. Поэтому спорт и социальные объекты – это приоритет развития на территории округа. Мы их строим активно. В продолжении темы наши видеоматериалы о рабочей поездке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Напомню, что он не так давно посетил стройплощадку на улице Урицкого, где скоро появится современная школа, а затем проверил ход реконструкции стадиона «Торпеда». Здравствуйте, дорогие учителя, дорогие жители. В школе на 825 мест разместят пять спортивных залов, в том числе тренажерный, хореографический, поточную аудиторию для старшеклассников, просторный актовый зал, столовую и медицинский блок. Инженерные коммуникации в здании уже проведены. Рабочие монтируют оконные блоки, занимаются отделкой помещений. Рядом со школой, которую откроют к началу учебного года, построят стадион со спортивным ядром. Микрорайону нужна именно такая современная большая школа. Начинается в округе реконструкция легендарного стадиона «Торпеда». Первые футбольные матчи на его поле состоялись более ста лет назад. Давний наказ жителей большого городского округа Люберцы, поэтому мы к нему приступаем. Пока на площадке ведутся подготовительные работы. Но уже через полтора года здесь появится полноценный спортивный городок с большим стадионом. Будет ФОК, ФОК с универсальным залом, ФОК, где будет еще зал аэробики и будет тренажерный зал. Оборудуют легкоатлетические дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, воркаута и выполнения нормативов ГТО. На стадионе установят крытые трибуны, которые разместят более полутора тысяч человек. Просьба такая, чтобы стадион построили, чтобы хороший был дренаж, поле с подогревом, чтобы многофункциональный комплекс был, чтобы круглогодично работали, потому что там заниматься будут и детишки, и ветераны. На стадионе занималось почти полторы тысячи человек. После завершения работ количество спортсменов, посещающих «Торпеда», увеличится до 7 тысяч. Проект реконструкции включен в госпрограмму Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Первых спортсменов стадион примет в 2024 году. Я напомню, телефон на прямом эфире 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Звоните нам, наша линия открыта для ваших звонков. В гостях у нас глава городского округа Люберца Владимир Михайлович Волков. Владимир Михайлович, в этом году Люберцом исполняется 400 лет. Большая дата. Не так давно в информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, на которую вы дали старт подготовки к юбилею. Уже известна культурно-просветительская программа, и примут ли участие сами жители округа в ее формировании? Да, Юля, буквально действительно недавно мы на площадке ТАСС презентовали вместе с нашим оргкомитетом праздник. Мы рассказали о нем. Сам юбилей включает в себя огромное количество мероприятий. Это ни в коем случае не должно пройти одним или двумя днями празднования Дня города самого. Это год, посвященный 400-летию нашему юбилею. И, конечно же, ряд спортивных мероприятий, культурных праздников, поздравительных, открытие новых объектов, все приурочено к нему. Мы готовимся, конечно же, и к весенне-летнему периоду. Скажу сразу, что день города, даты определены. Это впервые в истории нашего городского округа. Два дня будет празднование проходить. Первое и второе сентября. Мы долго смотрели даты, подбирали. Эти два дня будут самые подходящие. Уже все вернутся. Первое сентября. Все пошли в школу. И, конечно же, это пятница. И второе – это уже суббота. До этого будут проходить также ряд мероприятий. В июне будет проходить этап Кубка России по вейкспорту, вейкбордингу на кореневском карьере. Это чемпионат мира, который… Прошу прощения. Чемпионат России, который будет проходить у нас. Впервые очень интересный. Также будут зрелищные шоу силовые проходить. Это в августе. Также будет организован гастрофестиваль. Мы стараемся наполнить большим количеством мероприятий этот праздник. И еще раз повторюсь, ни в коем случае не первого, и второго. А чтобы в течение летнего периода, весеннего, проходили как раз-таки интересные событийные мероприятия для нашего города. Если они приживутся и формат понравится жителям, мы в дальнейшем, в следующих годах, также будем его использовать. Может быть, это станет ежегодной традицией. Поэтому мы готовимся очень серьезно. Поэтому мы и включили, и старались включить большое количество людей известных, певцов, артистов. В том числе Николай Расторгуев возглавляет наш оргкомитет. Николай Вячеславович подтвердил, что на День города он обязательно со своей группой выступит. Поэтому не буду открывать всех секретов. Но и праздник, и мероприятия будут интересны, их будет много. Подсказывает мне, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Я Нина Николаевна. Пенсионерка, ветеран труда. Обращаюсь к таким вопросам. Сделать остановку у поликлиники со стороны Ухтомки. Где вечный огонь. Потому что, чтобы попасть в поликлинику один, надо выходить у выходного и идти далеко к этой поликлинике. Нина Николаевна, место понятно. Действительно, в поликлинику едет большое количество наших жителей. Сейчас в связи с реконструкцией самого Октябрьского проспекта, это место как раз попадает под строительство. Мы этого сделать не сможем, но я обязательно запишу ваше предложение. И к моменту реализации, к сентябрю, к октябрю месяцу этого года, мы обязательно эту остановку постараемся реализовать. Единственный вопрос, нам нужно будет пройти согласование с ГИБДД, чтобы внести в план дислокацию этот объект. И вы абсолютно правы. У нас там расположено и техникум, куда приезжают студенты, и сама больница. Поэтому постараемся сделать. Владимир Михайлович, мы с вами встречаемся накануне Международного женского дня. В преддверии праздника наша съемочная группа решила подготовить сюжет о том, как сделать подарок, который наверняка порадует любимых женщин. Давайте посмотрим. Наступила весна. У нас впереди это главный женский день, главный женский праздник. Это у нас 8 марта. И, естественно, мы хотим, чтобы добавить в нашу композицию солнце, яркости, веселья, настроения. Мы добавляем обязательно это веточки мимозы, это у нас будут тюльпаны. Для того, чтобы букет получился оригинальным, весенние цветы разбавляют декоративной зеленью. Перестые веточки передают букету элегантность, легкость, воздушность и неповторимый стиль. И вот такая вот весенняя композиция будет прекрасным подарком для любой женщины. Собирая букет к 8 марта, флористы используют гиацинты, которые считаются символом радости, веселья и молодости. Ромашки. Они являют собой символ красоты, чистоты и здоровья. Сирень, ирисы и подсолнухи, как символ солнца. Букет с такими пожеланиями украсит любой праздник. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас наступающим. Спасибо большое. Мне для супруги нужен необычный весенний букет. Какой-нибудь хотелось бы экзотический, чтобы был хороший подарок. За основу выбраны лилиевидные тюльпаны, как символ счастья и любви. Для украшения идеально подошли веточки с кимии и вероники. Они придадут букету объем и экстравагантный вид. Ну все, ваш букетик готов. Отлично. Прямо получился, как хотел, весенний необычный букетик. На протяжении многих веков цветы использовались людьми в качестве не только подарка, но и средства, передающего эмоции без слов. Такой язык цветов не утратил актуальности до сих пор. Уже через несколько дней женщины будут принимать поздравления в честь 8 марта. Пару часов назад вы уже поздравили люберчанок на концерте, который был посвящен Международному женскому дню. Сказали много теплых слов. Но, как известно, поздравлений много не бывает. И сейчас у вас есть возможность поздравить наших дорогих телезрительниц. Юля, спасибо большое. Тогда в вашем лице, обращаясь ко всем нашим люберчанкам, хочется пожелать в преддверии 8 марта праздника весны, самого теплого праздника. Все-таки с этими событиями обновляется природа, приходит весна, солнца, солнечных дней появляется все больше. И вот хочется, чтобы у каждой женщины в душе появилось солнце, чтобы цветы, запах цветов хорошего настроения и любви в каждом доме пребывал не только 8 марта, а на протяжении всего года, но начинался именно с этого дня. Поэтому я желаю всем люберчанкам быть любимыми, счастливыми, чтобы забывались все мечты, чтобы мужчины носили на руках, чтобы вы, наши дорогие женщины, были самые любимые, самые счастливые, так как вы самые красивые. С наступающим 8 марта! Спасибо вам большое за теплые слова, за содержательную беседу. Но время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания.